Добрый день. Добрый день. Добрый день, Антон Михайлович. Добрый день, зрители, слушатели Ведоврата ТВ. Сегодня четверг, День Гуру. Есть возможность провести встречу, диалог с учителем, который даёт возможность практически узнавать знания, практическую их сторону, узнавать их применение, за что большая благодарность, Антон Михайлович. Спасибо. Благодарю. Конечно, это очень важно и очень интересно, скажем, посвящать время силе знаниям. И со временем это начинает давать плоды. И мы помним, что знание – это сила, знание – это хорошо. Но есть жизнь, есть процессы, есть рутина, есть ежедневные какие-то дела. Они постепенно нас слегка отвлекают, потом всё и больше и больше отвлекают. И через какое-то время мы замечаем, что мы ушли в повседневность, в рутину, и забыли о чём-то очень важном. Например, что есть знания, и нужно их всегда применять в своей жизни. Вот поэтому регулярно, ежедневно, еженедельно нам нужно возвращаться к нашему фундаменту, к нашему мировоззрению, к нашим принципам, к нашим знаниям, чтобы наша жизнь сонастраивалась с этим фундаментом. И если рутина и повседневность нас отвлекла или даже увела в сторону, нам нужно вернуться на свой путь, как бы встать в свою колею, в свою лыжню. Да, конечно. По этому поводу вот только что пришло, что я читаю книгу о замовлянии заговоров. О заговорах, но не просто как бы как форма заговоров, а научная литература, которая описывает структуру заговоров. То есть научная, которая исследовала в разное время, показывает, как развивалась научная мысль, что касается заговоров, о их семантике, о смысле их, о разных их формах, классификации, применению, параллели с другими языками, культурами. Оказывается, такие же есть в древних традициях во всех. И оказывается, и здесь же опять же сила слова и сила в ведической традиции. То есть что как бы очень уважительно относились к брахманам, потому что знали, что эти люди обладают силой слова и могут и благословить. А если не благословят, то может не подфартить. То есть им даже не надо проклинать, или как, знаете, очень гротесно показывают, но просто взаимодействовать рядом с силой и не понять ее, не оценить, не увидеть ее в этом. То есть это тоже не всеми, но понимается как не чистое взаимодействие, если так можно выразиться. То есть что в нашей культуре очень отсутствует фактически. Ну, оно утрачено. Разные были исторические влияния. Вот в коммунистическую эпоху, слава богу, она закончилась, заговором называли какое-нибудь преступление, когда это был заговор против государства или коммунистической партии. И постепенно первичное значение слова забылось. Но кто-то скажет, я материалист, я в заговор не верю. Но вот представьте, вы материалист, вы ученый, да, или вы писатель. Вы сидите, пишете книгу или делаете исследование. И приходит ваш ребенок, например, дочка, и начинает вам что-то рассказывать. И там спрашивает или просит. И потом вы видите, что она вам заговорила голову. И это тоже заговор, и вы уже забыли о книге, о своем деле, и вовлеклись в ее. Ну, идею, ее слова. А что она сделала? Она просто вам заговорила то, что вы думали, и теперь вы думаете то же самое, что она. То есть решаете ее проблему. Хотите дать ей то, что ей нужно. Как она сделала? Ну, просто вас заговорила. Поэтому это работает даже на простом бытовом уровне. В ведической традиции это очень была распространенная сфера знаний и практического прикладного применения. И я небольшой специалист в ведах, но, насколько я знаю, есть четыре главные веды, из них адхарова веда это полностью набор заговоров. То есть магических фраз, как еще их назвать, магических заклинаний, обращений. Последовательностей. Да, последовательности звуков, да. И когда, допустим, вот, ну, в какой-то мере, это книга рецептов, при такой ситуации нужно сказать какие-то слова, при такой опасности нужно прочитать такое обращение, при таком, болезни, не дай бог, или чем-то, есть специальные заклинания. Есть целая книга заговора как заклинаний. И заклинание – это довольно древнее славянское слово. Там, как вот кого-то покликать, как это сказать? Вызвать. Вот, клич есть такое слово про славянское. Вызов, вызов, вызов. Вызов, да. То есть я кого-то призываю. Призываю, да. Вот это вот обращение к различным силам. Иногда светлым, иногда к темным, к духам. И эта традиция очень древняя и много тысяч лет она, ведическая традиция, известна как отдельные сборники заклинаний и отдельные специалисты, которые этим занимаются. И когда я был в Индии, я попал, ну, как бы, встретился с местным, как сказать, сельским астрологом, вот, но он не только как бы теоретик, он и практик. Когда он видит какую-то проблему, например, с темными силами, он одновременно говорит, что есть специальные заклинания, я тебе их даю, ты их говори, и я буду за тебя тоже говорить. И это входит как бы в его практику. Он использует заклинания, чтобы отвести темные силы. То есть он не только ставит диагноз, но еще выполняет эти заклинания. это входит как бы в его, не хочется говорить, услугу, в его работу. В спектр его действия, можно так сказать? Да. То есть и ставит диагноз, и дает рецепт, и даже лечит, лечит. Это хорошо. Вот. В славянской традиции это было очень распространено, и эти сборники есть. Тот, кто доверяет прославянской традиции, родноверской, то могут мне написать, есть такие книги, называются, например, молитва слов. И слов, это те же самые вот эти вот мантры, ключевые звуки, ключевые слова, ключевые обращения. А молитва, это не в том смысле, что вот есть просто текст обращения к Богу, и ты просто молишься там сто раз каждый день. Молитва, это то же самое вот это вот как ну обращение, да, то есть обращение. Нужно обращаться к высшим силам. И тогда они помогают. Вот. И есть люди, которые этим серьезно занимаются, мои друзья, они практикуют, и они говорят, что они попадали в очень серьезные и сложные ситуации. Например, это воин на войне. И он читает вот эти вот молитвы ну к родным богам, славянским богам, вот, читает специальные вот эти вот молитвословы, чтобы помочь себе в опасности в сложной ситуации. И говорят, что они работают. И я им верю, то есть это очень субъективно, это трудно измерить, проверить научными, материалистическими методами. Вот. Но из моего опыта это работает, из их опыта это работает. Поэтому даже если вы материалист, то попробуйте этим пользоваться. и вам это должно помогать. Вот. Это интересная книга вы читаете. К сожалению, таких знаний мало. Вот. Не потому, что их не было, а они утеряны по разным причинам. То есть в Индии много пандитов, а в Украине очень мало мальфаров и волхвов. Хотя их было точно так же, допустим, там 5-10% общества. Ну, вот различные исторические события привели к тому, что их практически не стало. Знания были и отдельные люди их продолжают поддерживать, хранить. Вот. Если вы их будете искать, вы найдете таких людей. То есть их мало, но вам много не нужно, даже один мастер вам поможет. Вот. Поэтому ищите и вы найдете. И я вам скажу, что я изучаю этот вопрос уже давно и вот сейчас вот как раз попалась литература такого уровня, которая, ну, научно-систематизирована с ссылками на источники, да, показывает разные виды научной мысли в разное время по, ну, как бы, на эту тему и раскрывает очень глубокие аспекты. И что очень интересно, там указаны такие закономерности о последовательности звуков, о применении гласных-согласных в разных ситуациях. То есть и приведены примеры, да, то есть просто по количеству встречаемости символов и повторяемости символов заклинаний. и там сказано столько-то раз на столько-то и объяснено потом это на уровне современной техники гипноза, автогипноза. То есть это самое современное как бы достижение психологии, да, то есть и говорится о том, что вот современная научная только мысль только дошла и может только теперь понять о чем говорится и какой эффект дает заклинание, потому что раньше как бы не рассматривалось даже в такой транскрипции, в таком, под таким углом зрения и не разрешалось в коммунистическое время только материальный аспект рассматривался этого вопроса и не было возможности проводить исследования в других аспектах тонкоматериальных этого вопроса. ну то есть не финансировалось подобного рода научные труды, а сейчас появились именно еще такого рода труды и они значительно расширяют понимание и углубляют значение этой древней символики и очень интересно изучая ведическую культуру ты видишь абсолютно прямые соответствия ну как бы и ну скажем так очень интересно вот как вы говорили что действительно я в данном случае по этой теме не искал кого-то ну кто бы это изучал но со временем жизнь меня и так столкнула с этими людьми потому что ну накопилось наверное какое-то количество ну ну как бы и информации и потом она обработалась и что-то из нее извлеклось и уже этим можно с кем-то поделиться обменяться и появляются люди которые тоже и сами накопили что-то и с ними можно взаимодействовать уже вот этим вот накопленным ну так сказать ну так сказать ну благодарю хорошо что там есть рациональное разумное объяснение самой системы вот опять же будем просто иметь ввиду что есть ведическая традиция и там есть такая наука просодия которая изучает мантры научно то есть почему такое количество слогов почему такие паузы почему такая длина звуков и вот эта наука она изучает это как вот в музыке есть математика вот но это не означает что музыка предстоит быть искусством в музыке есть наука и математика то же самое в этих ключевых звуках там есть рациональный смысл я этим глубоко не интересовался но я вам приведу два примера когда рациональность логичность ну как еще назовем научность есть в словах и тем более в мантрах допустим вот махариши махиш йоги описывал как в виде звуков вибрации можно описывать создание вселенной потом ее поддержание и потом коллапсирование когда она схлопается в ничто в точку и потом снова рождается вот это вот как бы цикл создание поддержание разрушение одновременно трансформация вот они описываются в каждой традиции тремя высшими силами и ведическое это брама который создает вишту который поддерживает и шива он же рудра он разрушает но при этом он трансформирует из этой точки возникает новая вселенная на новом этапе и рекведа является главной ведой и там в начале есть фразы есть звук а к и а это то что открытое существование вибрация это то что есть и потом а к и все после к как бы уже нет никаких вибраций там должна быть какая-то пауза и называется новый звук и вот это вот а к это на уровне вибраций ну как бы мистически иррационально это когда вселенная сосклопывается паралайя по-моему называется на санскрите и исчезает но это не значит что все плохо все умерли потом снова создается новая вселенная с новыми людьми и это уже новый цикл вот поэтому и наоборот допустим звук из точки это мы это было ничего точка начало и потом пошел звук ни ак ни и там миле парахи там я не в спиральистом вскрытии я не могу это правильно читать вот поэтому когда есть звук вибрирующий открытый существующий это существование потом он приходит в какую-то точку это конец существования это веда которая на уровне вибраций показывает процессы во вселенной махариши был этом специалист это такой яркий пример когда в иррациональном в звуках мантрах в ведах в других писаниях вот в этих как бы молитвах или заклинаниях есть на уровне вибраций ощущение иррациональное чувствуемое и потом его логическое даже рациональное объяснение а второй распространенный пример допустим если это какое-то имя или мантра то если там нечетное не парное количество слогов тогда это скорее всего мужская мантра обращение к мужской силе а если там парное то есть четное количество звуков как слогов звуков как слогов слогов лучше сказать тогда скажу что будут женские так называемые энергии вибрации скорее всего обращение к женской силе или она пробуждает пробуждает природные женские силы ощущения вот и формально это так пришло в традицию имен то желательно чтобы у девочки в имени было четное число слогов а у мальчика нечетное и где-то это даже соблюдается ну хотя это как бы уже немного формализовано поэтому даже парное не парное показывает либо мужское либо женское и эти янтры ключевые мантры ключевые слова или как заклинания вот в них есть тоже рациональное объяснение того что там происходит благодарю вас особенно за этот иррациональный аспект который вы указали то есть я очень действительно люблю и рациональную сторону но иррациональная сторона как бы является из опыта обширней больше если можно выразиться то есть это больше чем можно понять если так можно выразиться то есть и я хотел у вас спросить по поводу такого ну просто возможно это наблюдение ну или мысль не совсем рациональная да но хотел у вас спросить как что вы скажете на это а именно что вот после ну йога как способ познания да то есть это как бы получается ну не то что отключение а переход вот знаний и рацио к тонкому чувствованию то есть ну то есть от гуру к чандре вот ну ближе приблизиться к духу к сознанию правильно ли или это очень буквально ну и это тоже правильно то есть ну да я слово йога у него будет 30 переводов в санклитском словаре и это один из них вот это тоже правильно ну то есть ну я вот это как-то спросить то есть это не не нарушает никакой принцип как бы что в этом есть ну как бы ну смысл да что ты настаешь ну как бы от ну как бы условно от прибора переходишь к сенситивным более тонким сенсорным ощущением ну то есть полагаешься на более тонко материальные составляющие ну можно ли так сказать да и самое главное я бы считал это как бы ну ключевым или самым существенным значением слова йога чтобы вот эти вот сенсорные чувствуемые ощущаемые ну скажем элементы опыта они возникают только при соединении с тем что я хочу ощущать вот логическое мышление я думаю отсоединенно от того чему я думаю там математика у меня есть логика там есть какая-то информация и я не соединяюсь с ней я что-то получаю это интеллектуально информационное и отсоединенное в каком-то смысле абстрактное ну получение знаний и опыта потом идем дальше рациональное понимание это уже лучше потому что я хочу найти причины увидеть законы понять закономерности но это все еще абстрактно это неплохо абстрактно не в том смысле что отвлеченно и безжизненно в том что не нужен опыт или из-за опыта я хочу найти закономерности либо закономерности я потом проверю опытом но сами закономерности принципы законы они абстрактны в хорошем смысле этого слова как абсолютный научный разумный но при этом не нужен опыт именно в этом абстрактном хорошем смысле мышления а потом йога это когда нужен опыт и это уже соединение потому что ну Ну, на банальных примерах, да, чтобы узнать, допустим, гладкое или теплое, нужно потрогать, и когда я трогаю, это йога, я соединяюсь, чтобы понять, какая еда, нужно ее съесть, и я с едой соединился, пример будет понятный мужчинам, то есть, вроде бы я женщину знаю, и с ней ездил в командировку, и жил в одном номере, гулял, да, но чтобы ее понять максимально, нужно с ней соединиться, и вот это вот, ну, йога, это уже, скорее всего, телесный и, возможно, сексуальный контакт, и после этого знаю уже ее максимально плотно, вот, и йога, скажем, позднять Бога, это с Ним соединиться, не на равный-равный, а я снизу стараюсь к Нему прикоснуться, почувствовать его, это тоже йога, поэтому, когда вы говорите, что вот одно из значений понятия йога, как философии познания, это получение сенситивных, ну, это латинское слово, чувствуемых, проживаемых, ощущаемых, ну, как назовем, опыта, да, опыта, вот, это только, возможно, при соединении, вот, и поэтому йога означает, я соединяюсь с объектом познания, и я считаю это ключевым, потому что из этого вытекает, зачем нужны медитации, созерцания, тхьяны, мантры, мне нужно что-то познать, может быть, Бога, а может быть, какое-то явление, может быть, объект для медитации мне дал учитель, я с ним соединяюсь и смотрю, какие у меня от него ощущения, и я таким образом его познаю, поэтому йога, как философия познания, это, ну, как бы, главный смысл, что нужно соединиться с тем, что я познаю, и соединиться в различных пониманиях, то есть прикоснуться, посмотреть, там, понюхать, съесть, иногда позаниматься сексом, иногда просто держать этот объект в восприятии, будучи с ним соединенным своим вниманием, и обращать внимание на те ощущения, которые во мне пробуждаются. Это, по-моему, тоже пример из лекции Махариши Махиша йоги, к какому-то садху прилетел из Англии, из Лондона, журналист, и начал описывать, какой прекрасный город Лондон, а вы там никогда не были, и что вы не хотите там побывать и получить опыт этого города. Вот, он закрыл глаза, посидел, говорит, да, я только что побывал в Лондоне, вот, у меня были ощущения, поэтому фактически мне не нужно туда уже лететь. Это, конечно, высокий уровень, когда по названию города, по состоянию того, кто описывает, попасть туда своим восприятием, вниманием, и получить ощущение, сказать, ну, я понял, какой это город, мне лететь туда уже не обязательно. Вот, и когда многие рассказывают о каких-то астральных путешествиях, о всем этом, если это основано на вот этом принципе, человек входит восприятием в объект, который находится территориально, физически, прославится надалеко, и получает реальный опыт, тогда это, ну, в хорошем смысле, вот эти вот путешествия, хотя я это все не очень люблю, потому что много, ну, рекламы или саморекламы, вот. А если человек просто что-то надумывает и говорит, что вот мне было видение, я куда-то попал, тогда это не йога, тогда это виртуальная реальность, это картинки, это фантазии, вот. Поэтому вот это вот йога, там еще есть слово юти, вот, это, ну, банально это, по-моему, дуга, которая соединяет две вещи, вот. Есть одна, есть другая, и дугой мы это соединяем, и первое значение слова это было дуга, это был и хомут там на шее у быка, это дуга, которая соединяет две точки в пространстве, вот. Но это символизм, это две точки в пространстве, тот, кто познает, это я, риши, свидетель, мое сознание и то, что я познаю. Это риши и чандас как субъект и объект. И йога – это вот соединение. Вот есть соединение, будет йога. А еще, если хорошо, если идут какие-то ощущения, опыт, вот, и опыт описывает то, что я познаю. И иногда это, ну, как бы, ну, можно сказать, рационально, я вижу суть объекта, какой я познаю. Вот, тоже яркий пример, есть такие видящие люди, как вот Мальфары, он видит человека и видит его насквозь, и видит его суть. Он своим восприятием соединился с его центром, с его сутью, и видит, что там внутри, ну, как сказали бы, в сердце, но что у него в сути, кто он по сути. А как он выглядит, таким словом говорит, он говорит, нет, нет, у него суть другая, она потом проявится. Вот, это посмотреть в суть чего-то. Вот, это больше как бы рациональное, а бывает и рациональное. Это, там, светлое или темное, жесткое или мягкое, быстро или медленно и так далее. Вот, ну, и те, кто изучают джотиш, таким образом мы познаем грахи. То есть у нас йога с грахами. Йога не в смысле асана и хатха-йога, а у нас технология соединения с грахой как сущностью. Чтобы получить осознание ее сути и восприятие ее качеств и значений, какая она по качеству. Вот, поэтому йога хороша в изучении джотиша, чтобы мы знали, о чем мы говорим. То есть сурья – это не набор каких-то каракатов, там, царь, золото, а это опыт. Это не набор информации, это опыт. Извини за такой долгий ответ, но хотелось со всех сторон показать, что йога – это не асаны и не одна из шести ведических философий. Это реальность жизни. Когда я ем яблоко и внимателен к ощущениям, которые мне яблоко дает, у меня йога с яблоком. И это хорошо. Он так сказал, Махариши, когда вы едите, ешьте. То есть когда вы там что-то делаете, делайте это. Вот, это как бы такое банальное объяснение йоги, да, то есть, ну, будьте вовлечены в ощущения, которое вам дает процесс действия. Будьте внимательны к ощущениям. Антон Михайлович, если позволите, вот, я вам очень благодарен за ответ, он действительно очень широкий, показывает с разных сторон, ну, насколько, ну, как бы целостен процесс и восприятия, да, и связи. То есть, что это, ну, непосредственный опыт, это состояние, которое мы, как бы, должны переживать. Если нет состояния, нет связи, получается. И еще нет жизни. Понимаете, почему? Потому что жизнь – это ощущение. Если человек ест и играет в компьютерную игру или смотрит новости, он в новостях и в игре, и у него нет жизни. У него есть информация, вот, но нет ощущения от еды. То же самое, когда он там с кем-то общается и не смотрит на свои ощущения от человека, у него нет жизни с этим человеком. Есть мнение, есть схема, концепция, слова, диалоги, дискуссии, но нет жизни. Потому что жизнь – это ощущение. И многие этого не замечают, думают, что жизнь – это какие-то объекты вовне. И их там накопление, перемещение. Вот, как есть у нас такая шутка. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя здоровье? Я не знаю, я еще не мерял температуру и давление. Но у этого человека с жизнью некоторые сложности. То есть нужно чувствовать жизнь, а не мерять ее объективными показателями. Температура, давление или что там еще. По этому поводу вспомнились такие шуточные слова в песне Бориса Гребенщикова. «Если ты забудешь, никто не напомнит тебе, как ты дышишь». Ну да, тут есть тонкий аспект, что там есть и автоматическое дыхание. Но есть другой аспект, что это жизнь не нужно чувствовать. Так можно незаметно задохнуться. Ну да, конечно. И Антон Михайлович, по этому поводу очень хотел привести пример относительно недавно. Это живой пример. Приводился человеку, который обратился за помощью, за консультацией. То есть ему требовалась именно такая мужская поддержка, так сказать. И ему было дано очень интересное объяснение по поводу пяти чувств. То есть что мы из-за раздробленности все воспринимаем одной пятой. То есть мы… То есть из-за того, как… Ну как пример, да, у нас пять чувств, и каждая получает одну пятую сигнала. И потом оно из этих одных пятых пытается составить картинку. А чтобы мы получили целостную… И мы всегда из кусочков составляем, и никогда не будет целостной картинки. А нам все чувства нужно направить на одно. И то есть из этого одного, и, как вы сказали, и вкус почувствовать, и запах, и услышать, да, вибрацию почувствовать. То есть прикосновение, все пять зрения, все пять органов чувств. И тогда это, ну, как бы, определенная материализация, материальное, определенное, как бы, оживление, получается, благодаря этому. И если это все эти пять чувств направлены на одно, тогда и все воспринимают от одного. Тогда это, ну, претендует на более целостное восприятие. Ну, как бы, был такой пример. Благодарю. Ну, это правильный подход, и надо применять его. Но, во-первых, нужно всегда помнить, что есть некоторый диапазон применения. Во-первых, если это объективные вещи, математика, физика, мы это отставляем. Там объективно. А мы говорим о чувствах, пять органов восприятия. Это субъективно. Потому что не бывает просто чувство холодно. Не может быть в комнате холодно. Понимаете? Холодно кому-то. Вот если просто комната, там температура плюс 15. Это холодно или тепло? Это никак. Потому что холодно – это кому-то, это субъекту. Входит туда белый медведь, ему жарко, и поэтому в комнате тепло. Входит туда человек не очень одетый, тогда это холодно. Поэтому понятие холодно-тепло – это субъективные понятия. Это не значит, что они неправильные. Это очень неправильно. Пока нет субъекта, непонятно, это холодно или тепло. Поэтому, во-первых, то, что вы говорите, отставляем для всего объективного. В науке, в математике, в геометрии неважно эти органы восприятия. Когда это что субъективное, самый яркий пример – это граха шукра. Это еда и для мужчины женщина, или секс с ней. То есть с сексом, понятно, должно быть не только визуально приятная женщина. Очень важно, какая она на ощупь. И для опытных мужчин, то, какая она на ощупь важнее, то, какая она внешне. Ну, это отдельная тема. Долго, ну, запах там все понятно. И запах не искусственный, парфюмерный, а естественный. Но на еде проще, и там дети могут не выходить из комнаты. Вот, еда. Мы привыкли на нее смотреть. И нас часто покупают и вводят заблуждения в кафе, в ресторанах. Когда мы глазами едим еду, набираем, и потом не можем ее съесть. Поэтому важно, как еда выглядит. Она должна выглядеть красиво, привлекательно. Но это не самое главное. Вкус, понятно, мы обращаем внимание на еду. Но люди едят вилками, а иногда даже пластиками. И нет тактильного ощущения от еды. В Индии не зря едят руками. И я многие блюда ем руками, даже вроде бы как по этикету или протоколу, их не принято есть руками. То есть, есть пиццу вилкою и ножом – это кощунство. Ну, как это можно не помацать ее руками? И много других продуктов, которые нужно есть руками. Поэтому к визуальному и вкусу добавляется тактильное. Ну, запах – это понятно. И люди внимательные к запахам. Вот, они там не только никогда не отравятся. Они очень сильно различают пиццу от пиццы. И звук тоже имеет значение. Конечно, это не призыв громко чавкать, как свинья. Но все-таки от еды должно быть небольшое еще звуковое ощущение. И тогда, когда все пять органов восприятия насыщаются впечатлениями, ощущениями, вот, тогда человек, во-первых, не съест вредную еду или, возможно, есть что-то не то, очень маленькое. И он очень хорошо насыщается. Он ест небольшое количество еды, которое полезное, вкусное здоровье. Он сыт и доволен. Противорожный пример – это вот мой любимый килограмм вареников или пельменей. Съел, полный живот, не можешь ходить, но такое ощущение, что не наелся, хочется чего-то еще. Почему? Потому что не все органы восприятия были задействованы. И ты съел много, но не можешь наесться. И так можно и объедаться, и нести. А можно съесть там небольшое количество греческого салата. Там и маслина, и сыр, и перец, и помидорчик, и специи, и немного там соуса. И оно выглядит приятно, и там переливаются звуки какие-то, ты ешь это все. И небольшое количество еды насыщает все вкусы. Вот. Ну и где-то не все пять органов возможны. Но то, что касается плотного контакта, вот это вот шукра, это плотные ощущения. Плоть. Когда я ем салат, это я ем плоть. Только не человека, а овощей или сыра. То есть, когда плотные ощущения, еда, секс, там, обнимание, телесный контакт, телесная йога, важно вот эти все пять органов. Как это выглядит, как это пахнет, какой это на вкус, какое-то по ощущениям, какие звуки при этом есть, даже тонкие звуки. И тогда человек лучше знает тот объект, его трудно обмануть, по-сутному, там, не ту еду, не того человека. Вот. И он насыщается небольшим количеством опыта. Он не переедает. Ну и все остальные излишества у него маловероятны. Давайте вы прокомментируете и будем отвечать на вопросы из чата, хорошо? Да, да, конечно. Я бы хотел еще прокомментировать тем, что мы так, когда было не очень большое количество пищи на несколько человек, то, ну, там, в походных условиях, то очень хорошо помогло, вот, как раз, знание о том, что насыщает не количество, а сами вкусы. И получилось, сделалось, как бы, небольшое количество еды, но были разные вкусы. Соленый, кислый, там, острый, там, даже чуть-чуть терпкого было. И получилось, благодаря этому, каждый, как бы, разными вкусами, одном небольшим насытился. И как художник, ну, сам себе сделал каждую порцию, ну, то есть, каждую ложечку он сделал себе, как он хотел. То есть, и каждый раз ощущая, да, то есть, и все были очень довольны и насытили значительно меньшим количеством пищи. Просто подтверждение ваших слов из практического, ну, как бы, опыта произошедшего. Да, это, как бы, и материалистично хорошо, мы экономим на еде, на количество и так далее. Но это еще создает ощущение насыщения, то есть, вот, как бы, я поел, и мне хорошо, я наелся. И не то, что объелся, у меня там полный живот, а, ну, как вот, на примере детей, когда ребенок голодный, он плохо себя ведет, ну, там, нервничает, капризничает, вот, у него плохое настроение. Ну, в принципе, у мужчин тоже такое бывает, ну, и у всех, когда он голодный, он злой, у него плохое настроение. А когда он поел, он хороший, вот, в том смысле, что он чувствует, что, ну, я живой, я живу, у меня есть жизнь. И это подтверждается моим ощущением насыщенности. Но не в смысле переедания, а я насытился впечатлениями, вкусами. Вот, и это очень тонкий момент, если человек его осознает в помощи йоги, про которую вы сказали. Он правильно питается, и он живет лучше. Понимаете, если он живет лучше, как это было у Жуанецкого. Они купили цветной телевизор, они стали жить лучше? Нет. Они стали смотреть, что-то более, там, красивое. Но как они жить стали, неизвестно. Он живет лучше почему? Потому что жизнь – это его ощущение. И внимательным к ощущениям от еды, он живет лучше, то есть он лучше себя чувствует. Не обязательно в смысле здоровья, но он чувствует, что он живет, ну, лучше. Не зря, он проживает жизнь, она не проходит мимо. Более удовлетворенным, да? Да, удовлетворенный, но не материальное удовлетворение, а как его назвать. Удовлетворен впечатлениями, ощущениями, опытом. У меня хорошая жизнь, то есть, там, ну, у тебя же там этого нет. Ну, ничего, а я чувствую себя хорошо. А другой человек, у которого все есть, он чувствует себя плохо. Почему? Он невнимателен к вот этим вот вкусам от еды. Или к другому опыту от чего-то другого. Вот с автомобилями, и я сам это замечал, и мне рассказывали автолюбители. От автомобиля важно не только внешнее впечатление, ну, и там, надежность, мощность. Ты на нем должен сидеть, как на коне. И вот этот вот контакт с тазом, она должна быть такая послушная, как конь. Вот. И вот это телесное ощущение, не в смысле, что там все в коже и в дереве, а вот тут на коня сел, пощупал, и чувствуешь какой-то конь. Подведет, не подведет. Быстрый или медленный там. Сильный или шустрый. Вот. Автомобиль, это же бы такие тоже плотные ощущения. Антон Михайлович, по поводу автомобиля, хотел бы быстро добавить, что действительно я хоть и сам не вожу, но однажды я сел в автомобиль, и хотя я не вожу автомобиль, я сел, и я знал, где все расположено. Хотя я не водитель. Я прям понимал, что последовательность, и это было прям удивительно, что прямого опыта нет, чтобы он мог проявиться. А вот то, о чем вы сказали, оно бывает действительно настолько эргономично, если так выражается. Да, дизайнер был тантричный, или как сказать, пранический, мистический. Он прочувствовал и себя, и автомобиль, и этот опыт, он будет закономерен у большинства людей. Насчет того, чтобы прочувствовать это соединение, я конь или лошадь, я автомобиль, попробуйте повозить ребенка на шее, и долго. Вы начинаете чувствовать, что чувствует лошадь. Он хочет быстрее или медленнее, он хочет куда-то повернуться, и вы, как сказали бы психологи, подсознательно понимаете, куда он смотрит, и куда он хочет повернуться. Вы становитесь его транспортным средством. Вот. А какой у вас контакт с ребенком? Он же почти ничего не говорит. И вот это то, как он давит, как это место назвать, седмицей, как буду российскую. Копчиком. Ну, копчиком, да. Ягодицами. Ягодицами, да. Вот вы это чувствуете, и под это подстраиваетесь. Так конь подстраивается под всадника, и он не получает никаких конкретных команд. Он чувствует, что нужно делать. Быстрее, медленнее. Вот. Точно так же вот вы чувствуете. Вот. Ну, конечно, автомобиль, он не живой, но вот этот контакт, что я сижу, как на коне, это тоже очень важный контакт, поэтому важны вот эти ощущения, даже в каких-то, ну, так скажем, технических вещах. И многие мастера, которые ремонтируют автомобиль, говорят, что я чувствую, где у него болит. Вот. Или там кто-то занимается инструментами, да, вот он берет, вот эта стамеска, я ее чувствую, она подойдет. А вот это не подойдет. А у него плохие ощущения. Ты можешь это объяснить рационально, как бы, логически, нет. Я просто чувствую, что, ну, не те ощущения. Вот. И это опыт, он тоже правильный, и он подходит в материальных вещах. Строительство, ремонт, взаимодействие с инструментами, машинами, приборами, орудиями. Вот. И оружием, и орудиями. Вот. С оружием это вообще должно быть так. Оружием должно быть продолжением руки человека. Ну, и с орудиями тоже. В общем, с механизмами совсем. Ну, да, ну, ложка, это же не совсем механизм, но это то, что вроде бы является материалистичным, но от него можно получить ощущение и правильно применять орудия. И машины, и инструменты. Все орудия. Да. Тогда переходим к вопросам из чата. Да, да, конечно. Там вопрос объемный, из него можно было провести отдельный семинар. Как лучше понять, почувствовать граху Будха или планету Меркурий? Он где-то, наверное, уже убежал. Ну, когда он всплывал, да, вот. Благодарю за то, что вы рассказываете. Интересно о Шукре. Как лучше понимать граху Будха или планету Меркурий? Ну, давайте как бы сжато. В рамках нашего времени нам скоро нужно уже расходиться. Как мы можем человеку лучше понять, то есть рационально понять и иррационально прочувствовать граху Будха, который называют планетой Меркурий. Вы начнете, Илья? Конечно, вы, Антон Михайлович, начнете. Ну, ладно, я бы не хотел. Хотите, чтобы я начал? Я начну, конечно, если... Я просто... Я почему начну? Просто из-за того, что я наблюдаю за положениями граха постоянно, я хотел отметить, что граха Будха сейчас находится в знаке Гуру. Правда, в Накшатре Мула, но в знаке Гуру, в девятом знаке, уже произошло новолуние. То есть Чандра уже в двадцать седьмом градусе, ну, то есть, а Сурья в двадцать шестом. Ну, условно, да, то есть сам процесс перехода уже произошел. И также в этом знаке сейчас находится и сила Мангалы. То есть и сейчас сила Будхи имеет, ну, скажем так, влияние Юти, связь, соединение, о котором мы говорили, одновременно с четырьмя силами. То есть и я хотел еще сказать, что это, ну, как бы, сейчас будет очень концентрированное и сильное ощущение, и будет непросто прям распознать ощущение Будхи, так как много влияний, и плюс новолуние. То есть это означает, что, ну, как бы, сознание обновилось, выходит на новый виток, да, если можно так сказать, как бы на новый круг раскручивается. И поэтому, как бы, и в данном случае Антон Михайлович может, наверное, просто сказать о, как бы, минимально, о закономерно, о что-то, о сути Будхи, да, то есть о каких-то его качествах. И, как бы, в отличие, например, от шукри, о которой мы говорили, и это даст возможность и, как бы, различить, почувствовать вот разницу. И я бы в таком контексте, если бы говорил, то, ну, был задан вопрос по шукри, чтобы продолжить то, что было, и, как бы, связать с тем, что есть в таком контексте, что, как бы, мне вот сила шукри, это сила телесности и сила любви, если так можно сказать, да, ну, условно, как бы, хоть многие не любят это слово, как бы, оно замылено, да, а сила Будхи, сила интеллекта, то есть здесь уже более, как бы, женская сила, а Будха, как, он ребенок, он, когда удобно мужчина, когда удобно женщина, он играет, ему хочется так, хочется так, он так и так делает, он игривый, да, то есть если шукра, она очень мягкая и приятливая, то здесь тоже есть мягкость и игривость, но это другого рода, не такое глубокое приятие, то есть это более такое поверхностное, детское, игривое приятие, вот я бы, если позволите, вот так бы, раз, ну, указал бы и разграничил, ну, возможно, вы более детально и системно это укажете, я как обычно иррационально. Да, иррационально все это правильно, это описание качеств, проявлений и представителей Грахи Будха, то есть кого называют планетой Меркурий, Граха Будха, у него есть представители, как в сущности люди, субъекты, с которыми мы сталкиваемся, и вот ребенок, это яркий представитель Будхи, и по поведению ребенка, мы можем понять, почему Будха такой, ну, и наоборот, мы можем понять, почему такие дети, потому что они Будхичные, вот это подвижный, но не в смысле текучий, а нестабильно подвижный, за все хватается и все бросает, то есть подвижность, как вот и это интересно, и это, и это, как вот там обезьяна, да, тоже, наверное, похоже на ребенка, хотя они бывают агрессивные, то есть это не чистый Будха, то есть подвижный, любопытный, ему все интересно, да, это все правильно, но почему он подвижный, как ребенок любопытный, есть другой представитель Будхи, да, это журналист, например, да, тоже яркий представитель, а почему они похожи, и вот так вот сказать, почему, в чем суть Будхи, сразу, я пробовал, у меня не получается, то есть вот, где-то изучают грахи, или планеты, в последовательности дней и недели, ну, так тоже можно, где-то начинают с конца, начинают с Будхи, заканчиваются с Ури, тут у меня странность, хотя, если мы идем от формы к сути, это правильный путь, но почему Будха это форма, я не могу дать себе, найти рационального ответа, Будха это завершение, почему, это форма, это объектность, объективность, это интеллект, почему, то есть я просто говорю, штампы из книги, и это помогает человеку понять это, ну, а чем я отличаюсь тогда от книги, я книга, да, это, это ребенок, это форма, завершение, оформление, вам понятно, ну, вроде бы да, ну, а почему это так, я не могу это объяснить, если начинаю сразу описывать Будху, вот, и если я иду от Сурьи, я могу объяснить, то есть, что самое главное, я есть, это первично, это с него, если бы у меня не было, ничего не было бы, ни ощущений, ни жизни, ни опыта, ни тела, и прежде всего я есть, и это начало, и потом я иду от я есть, к там, я объективный, да, через семь шагов, и тогда, чтобы понять Будху, мы можем понять его, что он седьмой по отношению к Сурье, то есть, Сурья, я есть, Чандра, я чувствую, что я есть, Гуру, я понимаю, что я есть, Шани, я наблюдаю за тем, что я есть, Мангала, я есть, потому что у меня есть мнение, или потому что я действую, я действующий, я эгоист, да, то есть, у меня есть мнение и действие, у меня есть цели, поэтому я есть, Сукра, я есть, потому что у меня есть телесные ощущения, тело и ощущения в нем, Я есть, потому что я могу что-то есть, кушать, заниматься сексом, получать опыт телесный. Поэтому я есть. И теперь будха. Я есть, потому что все предыдущее я могу констатировать, описать, оформить, назвать. И вот только поняв предыдущие шесть, можно понять, кто такой будха. Допустим, я съел, было вкусно. Это шукра. А как называется это блюдо? Это будха. А из чего она сделала? Это будха. А какое количество ингредиентов? А какова история этого блюда? Вот это вот название, ингредиенты, история, традиции, это как-то влияет на вкус? Не влияет. Но очень хочется узнать. А дайте рецепт переписать. То есть, когда есть опыт в предыдущих шести играх, или хотя бы в предыдущей шестой шукры, и нужно его назвать, оформить, завершить, описать, передать кому-то, возникает будха. Он может и не возникать. Я поел, не важно, как называется. Вот мне хорошо, и все, и все. И рецепт я не хочу знать. Ничего. Поел, и мне хорошо. Как вот этот анекдот. Хорошо-то, как Маша. Я не Маша. Не важно. Все равно уж хорошо. Вот этот человек не заходит на уровень будхи. Не важно, как это называется. Не важно рецепт. Не важно ничего. Хорошо телесно, плотно шукрость. И поэтому будха, его можно понять, имея опыт хотя бы шукры. То есть, когда мне нужно плотный, телесный опыт шукры или какой-то другой грахи, ну, оформить, завершить, описать, констатировать. Когда возникает будха, как тот, кто описывает, констатирует, оформляет, ну, и завершает в этом вот как бы формальном, объектном смысле. Мы часто такой пример приводим, что вот есть какой-то плот поездки, результат командировки. Это шукра. Плот, результат, что-то плотное. А где командировочный отчет? Надо идти писать, и это будха. То есть, нужно оформить плот. Вот мы родили ребенка, это шукра. Теперь нужно пойти и получить свидетельство о рождении. Это будха, потому что там нет документа, нет человека. Нет паспорта, нет человека. То есть, это паспорт, свидетельство. Вот есть знание, это гуру, есть диплом, это будха. Поэтому, как это понять? Когда мы должны что-то завершить, как оформить? Когда нам нужно что-то... Описать опыт, плот, результат, ситуацию, что угодно. Оформить как вот систематизировать, каталогизировать, классифицировать. Тогда возникает будха как сила завершения, оформления, систематизации логики, интеллекта, информации, речи, слов, символов. Но все это проявление. А какая при этом суть? Надо дать чему-то форму. Поэтому, если я скажу самое главное, суть будхи, это сила формы, как оформление. Это правильно, но непонятно. Какой формы, да? Но фактически это то, что оформлено. Вот есть одна страна, есть другая страна. У них живут разными культурами, традициями, знаниями, еда разная. Но нужно теперь провести границу. Вот тут еще так едят, а тут уже так едят. И мы проводим границу. Не в смысле вот это межа, кордон, эташани. А вот оформленная, формальная, как еще назовем, объективная граница. Как там? Тут Абхазия, а тут Осетия. Или тут Грузия, Картвелия. То есть это как бы оформленная граница. Поэтому, ну это сила формы, форм оформления. Она противоположна сути, но это неплохо. Она такая, какая есть, она тоже нужна. Антон Михайлович, благодарю вас. Без предыдущих графов я не могу дать опыт будхи. То есть он как вот, как это вот, чертик из коробочки, я будха. А кто ты? Я оформляю. А что ты оформляешь? И долгая история, что он оформляет. И пока нет чего оформить. Ну вот смотрите, да. Нет опыта, нет ощущений, нет впечатлений. Что можно сказать? То есть если ничего не чувствуется, ничего не понимается. Первый Раши, я что-то понял. Второй Раши, я что-то воспринял. Третий Раши, руки и горло, я что-то выразил. Или снизу, у меня к чему-то отношение в груди. Я это выражаю. Если нет ни к чему отношения, если нет никакого понимания, впечатления, стоятия, то что можно сказать? Тогда слова, ну... Не на что опереться им. Да, то есть это будет просто, как это, ну... Эбракадебра. Просто, просто ничто. Поэтому Будка, он должен, чтобы что-то выразить. Можно давать, это сила выражения. Можно немного спутать туда с третьим Раши, Митхуна. Потому что третий Раши, это тоже функция выражения. Но если мы говорим не о Раши, и Будка создал третий Раши, горло и руки, а именно о силе выражения, то есть сила выражения. Мы можем что-то осознавать, Сурья. Мы можем что-то воспринимать, чувствовать, Чандра. Можем что-то понимать, Гуру. Мы можем зачем-то наблюдать, Шани. Мы можем иметь мнение и действовать, Мангала. Мы можем иметь телесный опыт, и теперь, чтобы это выразить, нам нужен Будка. Если впереди ничего нет, перед ним, тогда нечего выражать. И тогда описать Будку, не опираясь хотя бы на что-то, что можно выразить. Нет осознания, нет восприятия, нет понимания, нет результатов наблюдения, нет мнения и действия, нет телесного опыта, тогда нечего выражать. И тогда Будка висит в воздухе, и он говорит, ну вот, вы узнали меня? Вот, я Будка, а кто ты? Ну, я никто. То есть, я просто выражаю то, что можно выразить. Да, хотя не, я ошибся. Можно выражать информацию. То есть, там, небо голубое, 1 плюс 2, 3, да? Тут же нет ни телесного, хотя это может быть знание. Нет, если это чистая информация, там, допустим... Ну, условно, как радио. Война началась в 1939 году, да. То есть, тут ничего нет, ни ощущения, ни знания, это просто сведения, информация. Тогда, да, что Будка выражает? Ну, он занимается информацией. Но сказать, что Будка – это информация, интеллект – нет. Это одно из главных его значений, но это не его суть. Может быть, он занимается максимальное количество времени, но это не суть. Это то, что он делает, может быть, чаще всего. Вот так бы я бы советовал понимать Будку. Антон Михайлович, вы только что провели семинар небольшой. В полевых условиях, да. Да, 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 да. Развернули значение смысла грахи Будка в таком контексте, о котором спросили. Благодарю вас и, действительно, еще также от себя хотел добавить о том, как бы что, если ты долго что-то щупаешь, как бы тебе со временем захочется это выразить. Ну, то есть, ну, как бы, и ты начнешь различать то, что ты щупаешь, даже если ты не видишь, так, условно. Ну, как бы такие просто это… И в данном случае еще хотел сказать о последовательности в процессах, да. То есть, получается, что для того, чтобы объяснить любой уровень, нужно опуститься на предыдущий уровень, от чего мы отталкиваемся, да, на уровень… Ну, нужно что-то опереться. Да, на уровень фундамента. То есть, это принцип знаний, о котором мы говорим. Ни на что он не опирается. Опирается на то, что вы есть. И если вы говорите, что меня нет, или я в этом не уверен, ну, для него нет сурьи, и мы не сможем его обучать джотишу, ну, или тантра джотишу. Да, то есть, я не знаю, я есть или нет. Или я не уверен, что я есть. Ну, тогда наша наука вам не подходит, поищите что-нибудь другое. То есть, опереться можно на некоторый фундамент, там, кто-то на Бога или его волю. Ну, на ощущение я есть. Если у вас этого ощущения, вы его игнорируете, тогда мы вам ничем не можем помочь. Ну, я уверен, если вы сомневаетесь, что вы есть, тогда я сомневаюсь, что кто-то мне ответит. Ну, тогда вы не к тому консультанту пришли. Да, да, да. Намного не поймете то, что я вам скажу, можно так грубо иногда сказать. У вас есть еще время ответить на второй, еще более сложный вопрос? Или, по-моему, нет времени? Да, да, 15.40 уже пора завершать, требуется. Ну, тогда я зачитаю вопрос. Да, пожалуйста. Одной фразой ответ. Как перейти от того, что ничего не чувствуешь, до чувствовать себя добре? То есть, как перейти от того, что я ничего не чувствую, до того, что чувствую хорошо? Ну, во-первых, что я ничего не чувствую, такого не может быть. Вы кого-то любите, кого-то ненавидите. Вам тепло или холодно? Вам вкусно или невкусно? Вам приятно или противно? Поэтому хоть что-то вы чувствуете. А теперь, как перейти к тому, что чувствует себя хорошо? Ну, если позволите, у меня есть такой быстрый ответ, по сути, то есть я себя начал чувствовать хорошо, только выполняя свои обязанности, ну, то есть выполняя свое предназначение, выполняя свою дхарму, ну, то есть. Ну, да, правильный, но который ответ не поможет. Найдите того, кто вам скажет, что вам, найдите того, кто вам скажет, что вам делает, и делайте то, что вам говорит. Ну, и будет, о чём я должна это делать, то есть понятно. Тогда есть более мягкий женский ответ, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно выбирать то, что вас усиливает, это для вас хорошо, и избегать того, что вас ослабляет по возможности. То есть, допустим, вот я ничего не чувствую, я посмотрел новости, видео, там, не знаю, что, NewPipe, YouTube, TikTok, и у меня плохое настроение, и я не знаю, как чувствую себя лучше. Не смотрите всё это, то есть смотрите, что после получения какого-то впечатления, кого-то послушать, с кем-то поговорить, куда-то пойти, что-то поесть, что-то посмотреть, что-то почитать, у вас будут ощущения либо хорошие, либо очень хорошие, либо плохие. Избегайте плохих, хотя бы, чтобы они были хорошие, а ещё лучше, лучшие. То есть, всё в вашей жизни, людей, предметы, еду, источники информации, книжки, фильмы, всё пытайтесь делить на три вещи. Хорошее, плохое и очень хорошее, лучшее. Нейтрального там нет, нейтрального не бывает, это отдельная история. Просто нет времени на всё это. То есть не употребляйте, не споживайте, не получайте опыт того, что вас ослабляет, и это для вас плохо. Если позволите, потому что этого много, и есть и у него качество, вот этого, которое ослабляет, его много всегда. Да, много плохих людей, много плохой информации. Это неправильно в песне поётся, что хороших людей больше плохих. Плохих людей больше, это реальность жизни. Избегайте плохих людей, плохих информаций, плохой еды, плохих мест, всего избегайте. Почему это плохо? Это вас ослабляет, и вы никогда не будете чувствовать себя хорошо. Ну, у вас аквариум, ну, сварите уху. У вас собака, отдайте его в село. То есть есть такие вещи дома, которые люди себе заводят, животные, рыбы, собаки, и потом с этим мучаются, и как себя почувствовать хорошо. Исправьте эту ситуацию. Исправьте ошибку. Вот. И когда уже различаете хорошее и лучшее, лучше съесть лучше еды, но мало. Лучше посмотреть лучшего человека или послушать, но мало. Вот. Поэтому различайте. Это субъективно. Одному хорошо, другому плохо. Нет общего для всех загальноведомого лучшего. Это для вас индивидуально, то есть субъективно. Вот. Это короткий ответ. Ну, все. Извините, что я его задержал. Антон Михайлович, если позволите, я опять же подтвержу ваши слова. Скажу, что действительно, то есть и минимальное общение с достойными людьми будет давать максимальное наполнение. То есть, а все остальное общение не будет давать, будет только забирать ваши силы. Поэтому в подтверждение слова Антона Михайловича хотел бы сказать, ну, в ответ, да. То есть, сделайте ваши действия максимально эффективными, сконцентрировав их на лучших людях, на лучших действиях. И тогда это будет, ну, вас наполнять хорошо. Ну, да, еще много штампа, вот, я одинокий человек, мне ни с кем поговорить, ни с кем не общаюсь. Я говорю, боже, как я вам завидую. Я хочу закрыться у себя в комнате, ни с кем не общаться, ни с кем не говорить, чтобы никто не мешал. Как хорошо, когда ты один и тебе никто не мешает. Вот, поэтому вот это штампы, что мало друзей, нет круга общения, ни с кем поговорить. Вот, то есть, значит, чего-то в жизни не хватает, когда вы будете идти к своему вот этому смыслу. Вот у меня это перевод книги Брехат Самхита. И чем меньше я общаюсь, тем мне сейчас лучше. Благодарю вас. Это как бы в практическое отношение то же самое. То есть, только на практике. Человек написал, что аквариума нет дома и животных. Это был пример. То есть, это же не индивидуальная консультация. Я не знаю, что у вас там. Может быть, ядерные реакции или что-то еще. Ну, как говорил писатель, все счастливы одинаково, а каждый несчастен по-своему. То есть, это было просто пример из консультации, когда человек в консультации сказал, что самая ужасная вещь в жизни – это аквариум, который подарили дочке. Если я его куда-то отдам, дочка обидится. То есть, кто-то думал, сделал, что доброе дело, а теперь нельзя никуда поехать. Он постоянно мутный. Но это такой гембель, что вся жизнь испорчена. А думали, что это подарок – рыбки. Поэтому, что у вас там в жизни, это может быть даже не в квартире. Это может быть в городе, в стране, в отношениях, в ощущениях, в голове, может быть. И это не штампы. То есть, это субъективно, индивидуально. Готовый ответ общий не подойдет. А я просто привожу примеры, не надо цепляться к словам. Это просто примеры. Хорошо. Было очень интересно с вами пообщаться. Благодарю вас за глубокие вопросы и ответы на них. Тогда расходимся и постараемся встретиться через неделю, если будем живы и нам ничего не помешает. Да, Анатолий Михайлович, я вам очень благодарен. Я проводил пару встреч без вас с вами на порядке. Я бы хотел, чтобы вы и без меня проводили, потому что типичная наша аудитория лучше понимает то, что вы говорите, чем я. Потому что я знаю свою аудиторию типичную и то, что вы говорите им ближе. А мне лучше говорить мужчинам, ученым, как еще назвать. Я же магистр технических наук, мне лучше выступать перед магистрами технических наук. Да, Антон Михайлович, я тоже об этом думал уже, что просто позиционирование вас должно быть немножко выше. Не то, что выше, это как вот... Ну, не совсем. Ну, смотрите, ну как бы, да, то есть есть аспирант, есть научный сотрудник, да, то есть как бы, а есть доктор наук, да. Ну, я утрирую, но имеется в виду, что как бы, чтобы кого-то понимать, кто, ну, имеет больше знания, нужно хотя бы какой-то уровень знаний иметь. Тут вопрос, что, допустим, вам нужно рассказать о чем-то, там, о философии или о сексе. И лучше собрать отдельную аудиторию женщин и отдельную аудиторию мужчин. Вот, у нас аудитория женская, а я говорю как для мужчин. И я старался десятилетиями это исправить, но все равно то, что я говорю женщинам, оно не очень подходит. Иногда грубо, иногда жестко, категорично, но такова моя природа, это моя особенность. И я думал, что ее можно исправить, нельзя. Поэтому мне лучше читать лекции для мужчин, курсы, семинары, а то, что вы говорите, будет больше понятно женщинам. А у нас 8% аудитории это женщин. Джай Гурадев, благодарю. До встречи. Всего доброго. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok